Добрый вечер, коллеги. Давайте проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно, и будем начинать наш сегодняшний вебинар. Если нужно сделать потише, погромче, пожалуйста, напишите. Я постараюсь отрегулировать, чтобы всем было комфортно слышно и информация воспринималась хорошо. Отлично, да, вижу, что плюсики пошли, звук есть, видео есть, и мы можем начинать наш сегодняшний вебинар, который проходит, как всегда, по понедельникам в 19.30, и рад вас приветствовать на этом вебинаре. Как всегда, перед началом это предупреждение о рисках. Важно понимать, что торговля на финансовых рынках связана с определенными рисками, и вся та информация, которая дается на этом вебинаре и на всех вебинарах, которые проводит компания Admiral Markets, дается лишь в целях ознакомления и в целях обучения. Эта информация не может восприниматься, как прямая рекомендация к действию и как торговый сигнал, как торговая рекомендация. Важно об этом также помнить. В рамках этого вебинара я делюсь с вами своими наработками, своим опытом, своим видением рынка. Для тех, кто присутствует впервые на нашем сегодняшнем вебинаре, представлюсь. Меня зовут Исаков Роман, я являюсь оригинальным менеджером компании Admiral Markets. В Admiral Markets работаю уже более пяти лет, а мой опыт трейдинга, что наиболее важно в рамках данного вебинара, составляет порядка уже восьми лет. Собственно, как я уже сказал, в рамках этого вебинара я делюсь с вами своими наработками, своим видением. То, что мы разбираем в рамках этого вебинара, я расскажу, соответственно, чуть позже для тех, кто пришел впервые. Ну вот, кстати, давайте с этого и начнем. Коллеги, пожалуйста, те, кто присутствует впервые на данном вебинаре, поставьте, пожалуйста, цифру 1. Из многих участников я вижу уже достаточно большое количество тех, кто посещает постоянно наш сегодняшний вебинар. И вижу, да, вот Анатолий, Роман, Константин, участники, которые пришли впервые. Прежде чем мы начнем, я расскажу несколько слов о компании Admiral Markets. Сейчас затем расскажу несколько слов о структуре нашего вебинара и затем уже мы перейдем непосредственно к разбору текущей ситуации, посмотрим, какие были интересные моменты. Во-первых, разберем то, что мы смотрели на прошлой неделе и разберем уже текущую ситуацию. Несколько слов о компании Admiral Markets. Мы с вами начали с того, что посмотрели предупреждение о рисках. И всегда важно понимать, что одним из видов рисков, которые могут быть в трейдинге, в инвестициях, это выбор надежного партнера. Этим надежным партнером как раз для вас может стать и компания Admiral Markets. На что важно обращать внимание, когда вы выбираете для себя компанию, выбираете для себя брокера? Это на наличие лицензии. Компания Admiral Markets регулируется в Великобритании, регулятор называется FCA. В чем интерес данного регулятора? То, что он дает довольно-таки большие гарантии, большие возможности уже непосредственно для трейдера. То есть для компании большое количество ограничений, что в свою очередь защищает интересы, в первую очередь, трейдеров. Поэтому в любом случае для вас вопрос выбора брокера, он рано или поздно встанет. Поэтому обращайте внимание на наличие лицензии. Потому что есть большое количество компаний, которые имеют лицензии, но в свою очередь эти лицензии не дают, ну или дают мало гарантий непосредственно для трейдеров. Какой основной момент, который я хотел бы осветить? Это то, что, к примеру, ваши средства застрахованы на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов, на тот случай, если с компанией что-то случится. И здесь страхуются все клиенты, кто прошел процедуру открытия счета, процедуру верификации, независимости от той страны, в которой вы живете. Россия, Украина или европейские страны, все клиенты попадают под эту защиту регулятора. На сайте Admiral Markets в разделе о компании можно чуть более подробно почитать о фонде, который выплачивает данные средства. Ну и ваши вопросы всегда можно задать вашему персональному менеджеру. Пункт номер три. Это уникальная платформа MetaTrader 4 Supreme Edition. Это фактически ряд дополнений, которые специалисты компании Admiral Markets смогли дополнить. Стандартный MetaTrader 4, а уже и MetaTrader 5. Я думаю, что многие из вас получили уже новость о том, что улучшаются условия по пятому MetaTrader. И теперь уже доступны не только валюты, а также и криптовалюты, и акции, и индексы. Все можно будет торговать через пятый MetaTrader. И, соответственно, платформа MetaTrader 4 Supreme Edition, но теперь уже MetaTrader 5 Supreme Edition, будет также там доступна. Поэтому это письмо у вас уже на почте, вы более подробно сможете его почитать, с ним ознакомиться. Пункт номер четыре. Настройки защиты от волатильности. На самом деле это понятие, но не так понятно для трейдеров, что же такое настройки защиты от волатильности. Я постараюсь рассказать довольно-таки простыми словами, чтобы у вас сложилось мнение о том, что это такое. Настройки защиты от волатильности – это дополнительные параметры ордеров, которые позволяют минимизировать риск, к примеру, проскальзывания на волатильном рынке. Риск того, что ваш ордер не закроется, когда цена, вот, к примеру, бывают такие ситуации, очень часто, когда вы ставите, к примеру, Take Profit, цена одной котировки буквально до него доходит, и сделка не закрывается, потому что не было второй подтверждающей котировки. К примеру, так как ордера Take Profit, лимитные ордера могут исполняться по цене либо позапрошенной, либо лучше. То есть, если бы следующая котировка была уже выше вашего Take Profit, то сделка бы закрылась по ней. Но в те моменты, когда цена зашла до одной котировки, вот это очень характерно для скальперов, которые торгуют на три дня на небольших таймфреймах, и вот откатилась следующей ценой, и сделка не исполнилась, то есть, ну, не закрылась по Take Profit. Это одна из функций, как раз, вот защиты от волатильности. Более подробно вы можете посмотреть, у нас на YouTube-канале есть видео, оно идет буквально 10 минут, где я рассказываю об основных функциях вот данной системы. Но, возвращаясь вот к тому примеру, который я сказал, если вы активируете определенную функцию от настроек защиты от волатильности, то уже вместо того, чтобы дожидаться подтверждающей котировки, в рынок может быть отправлен обычный рыночный ордер. То есть, да, цена может быть хуже, к примеру, той, которую вы запросили, но сделка тогда с большей вероятностью закроется. То есть, вот если в вашей торговле, к примеру, такие ситуации характерны, то я рекомендую обратить внимание на данные настройки. Ну и пункт номер пять, довольно-таки важный критерий оценки брокера, это его объемы, да. Вот, к примеру, на конец шестнадцатого года, да, то есть уже практически скоро год подойдет, и я думаю, что у нас будут обновленные данные по данной информации, но на конец шестнадцатого года компания Наромаркетс признана пятнадцатым брокером, да, в мировом рейтинге по количеству объемов. Поэтому здесь важно тоже об этом помнить. И, ну, и компания Наромаркетс работает уже с 2001 года, то есть уже более шестнадцати лет мы оказываем услуги для трейдеров, кто с нами сотрудничает, да, то есть основной, основная задача Наромаркетс – это предоставление именно торговых счетов, то есть размещение ваших средств, предоставление платформы, ну и, соответственно, расчеты по операциям, то есть компания для трейдеров. Хорошо, коллеги, будем переходить уже непосредственно к нашему вебинару, если какие-то вопросы будут появляться в ходе, вы обязательно их задавайте, в правом нижнем углу есть окно чат, там написано «Введите сообщение», и, собственно, туда вы ваши вопросы можете написать. Хорошо, что мы будем делать сегодня? Сегодня мы, как я уже сказал, посмотрим, что интересного происходит на рынках, разберем валюты, индексы, сырьевые активы. Во-первых, посмотрим те ситуации, которые разбирали в прошлый понедельник, да, я думаю, что это будет особенно интересно тем участникам, кто присутствует постоянно, ну и новым участникам, с точки зрения того, на что стоит обратить внимание. Вебинар называется «Технический анализ с помощью Price Action», и мы в рамках этого вебинара не используем индикаторы, а только основным индикатором считаем цену. Соответственно, те паттерны, те закономерности, которые на рынке появляются, непосредственно с анализом цены мы и разбираем. То есть тут не будет каких-то конкретных паттернов, да, которые мы там выбираем, там, пин-бар, да, и начинаем его искать. Мы рассматриваем картину в целом. Ситуации на рынке бывают разные, возникают разные паттерны, но я думаю, что вот сегодня, когда мы перейдем уже к разбору рынка, это будет наиболее понятно. В рамках этого вебинара я отвечаю также на ваши вопросы, поэтому для всех остальных участников, если у вас появятся вопросы, к примеру, к следующему вебинару, вы всегда можете прислать их мне на почту. Сейчас я в чат добавлю свою почту, то есть вопросы могут быть любые. Ну, безусловно, основной вес будут иметь вопросы, которые относятся к разбору рынка. То есть я вот прекрасно понимаю такие ситуации и сам в те моменты, когда я только начинал, да, знакомиться с профессией трейдера, смотрел достаточно большое количество видео, читал книг и вроде пока читаешь все понятно. Вот когда начинаешь сам разбирать, уже складываешь ощущение, что что-то ты не знаешь. Так вот, как раз цель вопросов, которые я от вас хочу получать, это ваши вопросы непосредственно по рынку. То есть когда вы открываете терминал, когда вы видите, что ситуация, к примеру, не ясна, да, при выборе точки входа, делайте скриншот, описывайте ваши рассуждения, присылайте мне, и мы вместе будем разбирать уже на вебинаре, потому что вот такие вопросы, они очень важны, и для вас в первую очередь они будут иметь большую эффективность, чем когда я рассказываю уже непосредственно свое мнение, которое мне для себя понятно, но не всегда понятно для слушателей, я думаю, что не всегда с первого раза, потому что со всеми тонкостями разобраться, ну, действительно требуется время, иногда не один месяц, возможно, не один год. Но в трейдинге ничего сложного нет, да, важно иметь торговую систему, соблюдать правила, и тогда, собственно, уже будет и результат. Как я уже сказал, наш сегодняшний вебинар, он носит задачу осветить события, ну, то есть те перспективы рынка, которые могут быть на предстоящую неделю. Но я думаю, что все понимают, что рынок может меняться очень быстро, да, и завтра ситуация уже может поменяться. Поэтому для того, чтобы получать актуальные уже обновления по рынку, каждое утро я записываю ежедневный обзор, который добавляется на наш YouTube-канал, вот я ссылку на него приложил, рекомендую сразу же подписаться, чтобы вы могли уже получать уведомления. Ну, и не забывайте ставить лайк, что вам нравится это видео, если вам оно действительно нравится. Вопросы к этим видео вы также можете оставлять в комментариях, и я либо там буду отвечать, либо уже непосредственно на следующем вебинаре, который у нас пройдет в следующий понедельник. Ну, вот по организационным моментам, наверное, все. Единственное, что я еще хотел бы сказать о том, что у нас завтра мой коллега Фредерик Даниэль проведет вебинар в несколько ином формате, мы даже его назвали по-другому, четыре торговые идеи на неделю. Я приложил ссылку на наши вебинары, которые будут на этой неделе, поэтому всем рекомендую тоже его посетить, потому что там уже интерес будет сконцентрирован именно по четырем торговым идеям, по четырем рынкам, то есть фондовый рынок, валютный рынок, индексы, сырье, и вебинар будет более практично направлен, чем он был ранее. Ну и в среду у нас также пройдет вебинар, ну, скорее больше для начинающих, где будут разбираться уже отдельные моменты по трейдингу, и мы разберем графические фигуры, то есть вебинар будет посвящен графическим фигурам, таким основным моментам трейдинга, которые важно знать. Хорошо, тогда сейчас переходим в метатрейдер и рассмотрим ситуацию, с которым мы, собственно, смотрели на прошлой неделе. Я думаю, что сейчас очень интересно будет поговорить, очень интересные моменты появляются на рынке. Ну, собственно, посмотрим, что было на прошлой неделе. Сейчас вот перед вами должен быть метатрейдер, пара британский фунт, американский доллар. Поставьте, пожалуйста, плюс, если у вас он появился. Отлично, да, вижу, что плюсики пошли. Давайте начнем с того, с той ситуации, которую мы, собственно, смотрели на прошлой неделе. Я вот ее сейчас нанесу на график. И как раз вот для всех присутствующих, кто у нас пришел впервые на этот вебинар, расскажу логику того, что мы делаем на этом вебинаре. И чему я лично отдаю предпочтение непосредственно уже в трейдинге. Итак, с чего мы начинаем? Во-первых, вернемся по паре британский фунт, американский доллар. Откроем более крупный таймфрейм. По нему мы видим, что тенденция остается приоритетом на укрепление британского фунта уже по отношению к американскому доллару. Ближайший уровень сопротивления, куда и движется британский фунт, куда он, собственно, начал свое движение на прошлой неделе, это область 1,3230. Это те уровни, которые мы видели по британцу в начале августа. Уже после преодоления данного уровня сопротивления открывается следующая область, это 1,3436. То есть от текущих цен это порядка 200-250 пунктов. Но обо всем по порядку. То есть первое, на что важно обратить внимание, это основное направление, куда у нас и движется британский фунт. Дальше мы уже начинаем смотреть, где локально у нас находится цена и, соответственно, какие движения у нас становятся актуальными. Так вот, собственно, начало вот того движения, которое у нас было сформировано, то есть первые его предпосылки у нас начались в 20-х числах августа. В чем заключается логика поиска данной ситуации на присоединение к рынку? Во-первых, важно понимать, то, что когда мы с вами смотрим дневной таймфрейм, давайте сделать чуть крупнее, когда первый раз цена подошла непосредственно к максимальным значениям, то есть на тот момент мы еще не знали, что это значение максимальное. То есть мы их смогли взять уже за ориентир после того, как у нас в аптечке закончилась данная коррекция. Так вот, основная мысль той стратегии, которую я использую и той предпосылки, которая проносится сквозь данный вебинар, это поиск той ситуации, когда у нас заканчивается коррекция, которую мы видим на дневном, на 4-часовом, на часовом таймфрейме, и уже поиск ситуации на присоединение, на покупку в сторону основного тренда. То есть вот эти движения, которые у нас были, к примеру, с начала августа, это коррекция в рамках дневного таймфрейма. То есть до этого коррекции было достаточно много. То есть мы увидим ее здесь, мы увидим ее здесь, мы увидели ее ранее. Так вот, основная мысль заключается в том, чтобы войти в тот момент, как раз когда заканчивается коррекция. А вот сейчас давайте поговорим о том, как эти ситуации можно находить, можно их определять. Один из способов, я не говорю о том, что это какой-то основной способ, который нужно использовать только его, это тот способ, который использую я. Он заключается в том, он заключается в отслеживании того, как закрывается торговый день. Давайте я поясню, что я имею в виду. Вот смотрите, перейдем к той ситуации, когда у нас был сформирован локальный максимум по британскому фунту. До момента, как раз начала данного коррекционного движения, мы видели устойчивый тренд. Чем он был характерен? Он был в первую очередь характерен тем, что каждый последующий день у нас закрывался выше предыдущего. То есть основной момент поиска коррекции, то есть когда начинается на рынке коррекция, это та ситуация, при которой уже, к примеру, мы росли, то есть каждый день шел выше, на графике можно посмотреть, то есть у меня на графике нанесены разделители периодов, которые показывают как раз один день. И когда мы видим ситуацию, при которой каждый последующий день идет выше предыдущего, то у нас, значит, тенденция сохраняется. То есть а что нужно делать, когда тенденция сохраняется? Идти вместе с ней. И в тот момент, когда она заканчивается, заканчивается, выходить из дела, к примеру, и уже либо работать контртрендово на коррекции, либо ждать уже следующего сигнала непосредственно по тренду. Так вот, когда у нас сформировались те максимумы, которые у нас были в начале августа, вот тот ключевой сигнал, который мы видели, минимум 2 августа, цена его пробивает и закрепляется за ним уже непосредственно 3 августа. То есть вот в этот момент уже можно сказать, что с покупками пока закончили, кто работает контртрендово, можно работать контртрендово. И что мы видим далее? Далее мы видим точно такую же ситуацию. Каждый последующий максимум идет уже ниже, идет ниже и ниже предыдущего, коррекционная тенденция сохраняется до тех пор, когда происходит перелом, когда цена начинает двигаться уже в сторону основного тренда. И первая эта предпосылка появилась 25 августа, когда цена ушла выше максимума 24 августа, закрепилась за этим уровнем. Вот, кстати, для новых участников, что значит закрепление? Закрепление значит то, когда мы с вами обозначили уровень, который здесь у меня обозначен зеленым цветом, и для подтверждения его пробития необходимо, чтобы, по крайней мере, одна свеча и открылась, и закрылась выше предыдущего. Я вот сейчас вернулся в чат, вижу, что Анатолий пишет, что график пропал, у всех остальных все в порядке. Анатолий, пожалуйста, обновите страницу, и я думаю, что все появится. Да, спасибо остальным участникам, что ответили на вопрос, что все в порядке. Так вот, возвращаясь вот к той ситуации, которая была в конце августа, а именно 25 августа, то есть мы получаем, давайте я сейчас так схематично сделаю, у нас есть уровень, который мы обозначили. Для того, чтобы считать его пробитым, сейчас сделаю другого цвета, сделаю его зеленым, для того, чтобы его считать пробитым, например, если у нас цена растет, вот таким образом, за этим уровнем должно произойти, пройти закрытие и открытие полностью свечи. То есть, когда мы получаем сигнал вот такой, то есть, к примеру, одна свеча, ну, условно зеленая, а следующая свеча у нас, к примеру, красная. То есть, вот таким образом. То есть, одной свечой зашли, то есть, вот такая модель, одной свечой зашли, а на второй сразу же выше. То есть, фактически, это не является пробитием. Такое очень часто бывает на каких-то новостных движениях, когда свеча буквально прокалывает, а потом следующей ценой возвращаемся обратно. Так вот, это не будет являться пробитием данного уровня в данном случае. Пробитием будет уже тот момент, когда у нас полностью свеча сформировалась за уровнем. Ну и, собственно, следующая свеча уже открывается за пределами этого уровня. То есть, вот тогда мы можем говорить о пробитии. Фактически, здесь первая свеча, которая нам могла сказать о пробитии, это вот эта темная свеча, которая была 18.00 25 августа. То есть, вот эта свеча, хоть и с большим телом, но еще не является завершенной моделью. То есть, вот уже после формирования данной ситуации мы могли искать ситуацию на покупку. То есть, можно было входить, по меру, по текущим ценам. И, что наиболее важно в данной ситуации, это то, что у нас есть точка, за которую мы убираем наш ордер стоп-лосс. В данном случае, это минимальное значение, которое у нас было до момента пробития. То есть, та цена, которая была пробита, то есть, максимум того дня, мы рассматриваем минимальное значение. То есть, фактически, входя уже на покупку стоп-лосс, мы убираем за предыдущий минимум. И здесь уже все зависит от того, в какой момент мы сможем присоединиться. Очень часто цена корректируется к тому уровню пробития, но в данном случае по фунту этого мы не увидели в этот момент. Соответственно, уже по входу здесь разумный стоп-лосс мог начинаться от 100 пунктов. И поэтому на тот момент мы данную ситуацию несколько пропустили. То есть, она была не столь интересна для входа. Но, тем не менее, она не потеряла своей актуальности. Что мы видели дальше? Дальше мы видели, у нас цена дошла от 29 августа до максимумов 29.79. И на следующий день уже мы видели первые попытки вновь уйти в коррекцию. То есть, собственно, 30 августа мы видели закрытие за этим уровнем, что нам говорит о начале коррекции. То есть, опять же, начинается коррекция. А что нам об этом говорит? Что завершение этой коррекции будет вновь интересным моментом для присоединения на покупку по данному активу, по данному инструменту. Соответственно, кто работает контртрендово, отсюда можно было искать ситуацию на продаже. Но важно понимать, что коррекция, она не столь интересна, как тренд. То есть, если с трендом мы можем наметить ближайшие цели по движению, как было, например, возврат к тем уровням, которые у нас были в начале августа, то по коррекции уже этого сделать мы, к сожалению, не можем. Поэтому коррекция не столь интересна. Да, Оксана, здесь мы рассматриваем сейчас часовой таймфрейм по, соответственно, H1. Соответственно, что мы видели дальше? Дальше мы видим следующую картину. У нас 30-го числа мы видим пробитие этого уровня, то есть, начинается опять коррекция, а следующий день вновь цена движется вниз. А еще один очень такой характерный момент, когда он будет более интересен, когда мы перейдем уже к текущей ситуации, но, тем не менее, на него тоже важно обратить внимание. Когда мы видим импульс в сторону того движения, которое у нас сейчас преобладает, как на тот момент, к примеру, преобладали продажи, а к концу дня, к концу торговой сессии мы закрываемся выше данного уровня, то вот это один из сигналов того, что коррекция может завершиться. То есть, это еще, ну, так скажем, это косвенность. Но это еще не сам сигнал, когда стоит входить, к примеру, в рынок. Сам сигнал, он появился уже чуть позже. Ну, вот, кстати, да, по свечным моделям, я думаю, что те, кто торгует свечные модели, это будет чуть более понятно. И вот сейчас на дне, у нас это получается 31 августа, когда была такая ситуация. И давайте ее найдем уже непосредственно на графике. 31 августа. То есть, вот, смотрите, вот эта ситуация, которая была, то есть, у нас 31 августа, вот эта ситуация, то есть, когда у нас формируется свеча, да, то есть, мы видим резкий прокол сначала в сторону продавцов, то есть, в сторону основной тенденции, а затем свеча закрывается либо в верхней своей половине, да, либо еще в верхней третьей. И вот как раз вот этот сигнал, как, в принципе, и вот здесь, да, начало коррекции, может нам, в свою очередь, дать сигнал на покупку. То есть, так как основной тренд остается восходящий, то вот этот сигнал на покупку, он имеет большую силу, и об этом тоже важно помнить, чем, к примеру, сигнал, который был на продажу. Так вот, на следующий день, что мы видим, у нас вот сформировался максимум, да, максимальные значения, которые были 30 августа, и уже в самом начале торговой сессии мы видим пробитие данного уровня. То есть, фактически мы за этим уровнем его пробили, и уже отсюда можем искать также ситуацию на покупку в сторону основного тренда. Важно отметить то, что уровень стоп-лосс располагается на минимальных значениях, которые были сформированы до как раз вот этого уровня пробития. То есть, мы фактически видим вот такую картину. Был импульс. Мы сейчас чуть более подробно разберем по британскому фунту, чтобы всем было более понятно остальные. Мы уже инструменты по такой же логике разберем, да. То есть, вот у нас был импульс, да, есть коррекция, затем вновь импульс, и вот когда следующая коррекция уже переходит ту точку, с которой пошел предыдущий импульс, да, нисходящий, который был контртрендовый, то уже вот эта ситуация является переломной. Фактически здесь можно найти модель головоплеча, да, ну, опять же, чтобы было удобнее визуализировать, то есть, это очень похоже. Но вот формирование второго плеча, оно, как правило, уже должно превышать максимальное значение того дня, который он пробивает, да, вот эта ситуация важная, поэтому мы не всегда рассматриваем непосредственно вот графические фигуры. То есть, мы стараемся отследить именно те ситуации, которые дают больше понимания на рынке, да, что же там все-таки происходит. Так вот, уже вот отсюда, с этой точки, после проведения, мы можем искать ситуацию на покупку. У нас это была первая сентября, это была пятница, первая пятница месяца, на тот момент выходили также non-farm perils, и, собственно, здесь уже каждый решает для себя сам. То есть, стоит присоединяться в этот день или уже, например, присоединиться на понедельник. Мы с нашими слушателями уже вот как раз на вебинаре, который проходил в понедельник, рассматривали эту ситуацию. То есть, ситуация была интересна для присоединения, во-первых, небольшой стоп-лосс, то есть, стоп-лосс, он все еще остается здесь до момента следующего импульса, непосредственно стоп-лосс порядка 70 пунктов, а потенциальный take-profit мы ставили, это была область, вот у нас стоит здесь значок, 310 пунктов, то есть, чуть больше, чем 1 к 4 соотношение. То есть, рискуя в этой сделке, к примеру, 1%, есть хороший потенциал заработать 4%. Ну, собственно, что мы сейчас и видим, да, то есть, цена, здесь сделку, ну, собственно, перед вебинаром я просто смотрел, сегодня днем, и ее уже, так как цена не смогла вновить в локальный максимум, который был в пятницу, вот уже в рамках торговли внутри дневной, здесь я просто уже сделку закрыл, не дожидаясь того, что это и профит, который был. То есть, здесь, ну, фактически меньше на 20 пунктов запланировано. Почему так, да? Потому что цена не всегда может обновить максимум сразу. Вот сейчас очень важный момент, он заключается в том, что цена подошла к уровню сопротивления, от которого вновь может начаться коррекция, вот уже завершение этой коррекции может нам позволить вновь присоединиться на покупку, и тогда уже вероятность прохождения данного уровня будет выше, потому что цена не всегда проходит какое-то значение сразу. Вижу вопрос, да, чем отличается пятница от понедельника. Ну, пятница, во-первых, та пятница отличалась тем, что это первая пятница месяца, а каждую первую пятницу месяца выходят non-farm payrolls, да, количество вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. Ну, собственно, на тот момент на рынок оно никак не повлияло, да, то есть все прошло в том же направлении, которое ему было, но многие трейдеры, к примеру, не торгуют по пятницам, так как в этот день идет уже фиксация позиций, да, которые открыты, открываются в рамках одной недели. То есть, ну, есть определенные трейдеры, да, ну, здесь я имею в виду не частных, да, инвесторов, а больше уже как инвестфонды, банки, которые фиксируют свои позиции перед выходными. И чтобы как раз не попасть, да, на гэп, который может быть после открытия, то есть это не криптовалюты, которые торгуются 24 на 7, а биржи в эти дни не работают. Поэтому здесь уже на это тоже важно обратить внимание. То есть разница просто в том, что, к примеру, когда мы видим какой-то устойчивый тренд, да, всю неделю, то в пятницу как раз может начаться закрытие позиций, и мы видим коррекцию. Вот сейчас, кстати, будем смотреть другие инструменты, и эту закономерность тоже мы сможем отследить. И, собственно, что происходит сейчас, да, что можно ожидать, да, на текущий момент. Вот важная ситуация заключается в том, что сейчас вот с этих уровней уже может начаться коррекция. Как мы это, опять же, можем отследить? Во-первых, нужно дождаться закрытия дня. А почему мы ждем закрытия дня? Потому что должны проторговаться все 4 основные сессии. То есть Азия, Тихоокеания и Европа уже проторговалась, сейчас торгуется Америка. Так вот, у нас, когда закрывается день, то это значит, что и в Америке уже торговый день закончится. То есть уже приходит вновь Австралия, да, потом за ней Азия и вновь повторяется. Поэтому мы и отслеживаем пробитие максимальных минимальных значений за день. Поэтому сейчас давайте вот разметим те ситуации, которые для нас могут быть интересны уже на неделю предстоящую, да. Если у нас мы пойдем по сценарию непосредственно сначала будет коррекция, затем коррекция завершается и потом уже вновь импульс на укрепление. Допустим, да, допустим, что у нас цена закрывается вот по тем же уровням, которые мы видим сейчас, да, потому что вот сейчас, к примеру, покупать довольно-таки опасно. Во-первых, мы стоим вблизи уровня сопротивления, да, довольно-таки сильного, и вблизи этого уровня у нас может начаться коррекция. Второй момент. Куда поставить стоп-лосс? Вот сейчас по фунту, да, разумный стоп-лосс, на мой взгляд, он вот на минимумах 7 сентября, потому что фактически здесь вот этот импульс, он перерос. Вот эти два дня практически цена без коррекции двигалась на укрепление к своей цели. И, собственно, вот в такие моменты, когда нет коррекционных уровней внутри дня, иногда мы рассматриваем один день, ну, точнее, два дня за один. То есть уровень стоп-лосс я бы пока оставлял, если говорить, опять же, о покупках, да, то есть сейчас вот рассматриваем ситуации, которые могут быть, то именно за этим уровнем. От текущей цены это порядка 140 пунктов. То есть довольно-таки большой стоп-лосс получается. И я напомню, что риск коррекции здесь наиболее вероятен. Поэтому здесь о продолжении, к примеру, покупок по британскому фунту я бы рассматривал два основных сценария. Первый сценарий – входить в покупки, к примеру, после уже обновления локального максимума, который у нас был в пятницу, да, и, собственно, сегодня. После обновления этого максимума с большей вероятностью мы уже обновим вот те максимальные значения, которые у нас были в начале августа. И тогда вновь уже сформируется точка, за которой мы можем поставить стоп-лосс. Это, вероятно, будет минимальное значение сегодняшнего дня. И тогда уже у нас открывается следующая цель движения. Это область 1.34. Сейчас ее так продлю. И, собственно, мы получаем запас хода порядка 120-140 пунктов, да, в зависимости от того, где мы присоединимся. И получаем достаточно понятную область, куда мы можем поставить стоп-лосс. Это один сценарий. Второй сценарий, то есть если не будет коррекции. Второй сценарий, который мне кажется наиболее очевидным, это, ну, точнее, не более очевидным, а наиболее вероятным, прошу прощения, это та ситуация, при которой у нас начинается коррекция. То есть коррекция может продлиться там несколько дней, и вот ее завершение уже вновь может послужить интересной точкой для присоединения на продажу. То есть, к примеру, как мы можем увидеть коррекцию? Во-первых, мы дожидаемся закрытия сегодняшнего дня. Если чего-то существенное не произойдет, если цена там за последние несколько часов не уйдет выше максимальных значений, то уже завтра мы можем увидеть пробитие, во-первых, минимума, который у нас был по текущим ценам, и, собственно, у нас начинается коррекция. То есть завтрашний день, если он начинает торговаться ниже минимумов, которые будут сформированы сегодня, то, собственно, мы видим начало коррекции. Вот сейчас я схематично размечу несколько дней, чтобы у нас был тот сценарий, который имеет смысл придерживаться, и которого буду придерживаться я. Собственно, вот отсюда, если кто-то торгует контртрендово, то есть уже появляется сигнал на продажу, но, как я уже говорил, работать на продажу не всегда так же интересно, как работать непосредственно по тренду. То есть мы видим, например, эту ситуацию, когда цена начинает двигаться контртрендово, то есть каждый последующий максимум идет ниже и ниже предыдущего. Так вот, в данном случае будет наиболее интересная ситуация, когда уже в один из дней, будет это, к примеру, 15 сентября, у нас будет пятница или 14 в четверг, пока мы не знаем, когда это произойдет, но мы можем выбрать ту ситуацию, в которой интересно торговать, то есть, собственно, что мы сейчас и делаем. Вот, к примеру, в пятницу у нас формируется пробитие максимальных значений, которые были 13-14 числа, и мы видим закрепление за данным уровнем. Вот уже отсюда будет вновь интересно присоединяться на покупку в сторону уже основного тренда. То есть ближайшая цель преодоления будет, это максимальные значения, которые были отмечены ранее, да, первая цель это 1.3244, ну, а после уже преодоления данного импульса, уже следующая цель это 1.3376. А в данном случае мы получаем сделку с потенциалом роста порядка 250 пунктов и с потенциалом по, к примеру, убытку, ну, если будет вот точно так же, то порядка 120 пунктов. Безусловно, тут каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Будет это 120 пунктов или это будет 60 пунктов, уже непосредственно мы увидим, когда этот сигнал будет сформирован. То есть сейчас мы не можем в этом сказать, мы можем наметить тот план действий, который у нас будет, соответственно, далее по данному активу. Ну и, собственно, вот по британскому фунту такая ситуация у нас может произойти, то есть сначала мы можем уйти, к примеру, в коррекцию, а завершение этой коррекции вновь позволит присоединиться на покупку. Либо второй вариант, это сразу же цена уходит уже выше отметки 1.3247, и, собственно, отсюда мы также вновь можем присоединяться уже на покупку. То есть вот два сценария на покупку, которые мы можем рассмотреть. Теперь давайте посмотрим по другим инструментам. евро-доллар. По евро-доллару у нас также, я напомню, основная тенденция идет на укрепление. Собственно, так же, как и британский фунт, мы подошли к уровню сопротивления, который находится на максимальных значениях 29 августа, то, что мы видели. И сейчас на рынке также может сформироваться коррекция. Собственно, вот пятница, максимальное значение, которое было. И давайте отметим то, что у нас происходит сейчас. Я отметил минимальные значения, которые у нас были за предыдущий день. Кстати, коллеги, для того, чтобы удобно это отмечать, рекомендую всем тот плагин MetaTrader 4 Supreme Edition, о котором я говорил, его скачать. И в нем есть функция, точнее, индикатор, который называется Admiral High-Low. Вот его в настройках можно включить, показывать максимальное минимальное значение за предыдущий бар, по предыдущей свече. Как у меня здесь и обозначено. То есть, чтобы вам самостоятельно не искать эти уровни, их не высчитывать, его можно включить автоматически. Вот у меня синяя линия, это D1 Low до пятницы, а красная D1 High, то есть максимальное значение также за пятницу. И, собственно, что мы видим сейчас, то, что у нас начинается коррекция. Опять же, если мы посмотрим дневной таймфрейм, те свечи, которые у нас сейчас формируются, сделаем чуть поближе, то есть вот такая свеча, которая очень часто является разворотной. То есть, фактически то же самое мы видели 29 августа. То есть, пошли в коррекцию, и вот как раз завершение этой коррекции вновь послужило сигналом для входа на покупку по данному инструменту. Поэтому сейчас мы как раз вот эту коррекцию и видим. Сегодня с открытия цена уходит ниже минимальных значений, которые были в пятницу, и, собственно, сейчас коррекция продолжается. То есть, если говорить о покупках, то пока еще рано. Нам нужно дождаться сигнала, когда уже следующий день уйдет выше предыдущего. То есть, фактически у нас завтра может появиться второй сигнал уже на покупку, но для этого цене нужно уйти выше максимальных значений, которые будут сформированы сегодня. Вот мы сейчас тоже схематично можем отметить. Вот максимум, который у нас пока еще есть, но мы его не можем использовать, пока еще день не закрыт. Нам нужно еще несколько часов дождаться, пока будет закрыта торговая сессия, и тогда вот этот максимум мы сможем использовать. Поэтому уход уже выше вот этого максимального значения вновь нам дает возможность купить, то есть войти в рынок на покупку в сторону основного тренда по данному активу. Поэтому, резюмируя то, что мы видим сейчас по паре евро-доллар, это начало коррекции, которое произошло сегодня, и пока здесь покупать еще рано. То есть, нужно дождаться той ситуации, когда будет интересная точка, то есть, когда завершится уже коррекция в рамках часового таймфрейма, присоединяться на покупку, и в сторону уже следующих целей по евро-доллару, то есть, область уже максимальное значение, которое мы фактически видели несколько лет назад, вот я напомню, что цена уперлась вот фактически в уровень 2012 года, то есть, летом 2012 года, ту область поддержки, которую мы видели, сейчас мы к ней подошли. То есть, уже после преодоления данных уровней, то вполне вероятно, открытие продолжения роста в области 1,27, и далее к 1,39. То есть, тут все уровни будут работать полномерно. Поэтому сейчас по евро-доллару тенденция на покупку остается в приоритете, ну и завершение коррекции уже в рамках дня позволит присоединиться на покупку в сторону основного тренда. Коллеги, напоминаю, для тех, кто присоединился к нам чуть позже, на нашем YouTube-канале будет каждый день. Я добавляю видеообзор, поэтому рекомендую подписаться на наш канал, для того, чтобы получать своевременное уведомление о новых видео, где уже ситуацию... Вот как раз те моменты, которые могут произойти здесь, то есть, если это произойдет в следующий понедельник, мы обязательно об этом поговорим. Но если эта ситуация произойдет, примерно, в среду и в четверг, то уже на наших видеообзорах я об этом скажу. Либо если произойдет следующий импульс. То есть, чтобы быть всегда в курсе, подписывайтесь на YouTube-канал, и там актуальная информация уже по текущей ситуации будет всегда добавляться. Хорошо, по австралийцу. По австралийцу ситуация довольно-таки похожа. То есть, в принципе, мы также отслеживали рост. По данному активу мы видим, что дошли до целевой отметки в области 81.20. Это те уровни, которые мы ставили по максимальным значениям мая 2015 года, куда, собственно, сейчас австралийцы и стремятся. И уже после преодоления данных уровней откроется предпосылка на рост в области 86.46. Ну, собственно, и для нас это также будет является интересным. То есть, кто находился, к примеру, в покупках, то покупки имело смысл закрыть вот вблизи данного уровня. И сейчас, опять же, по завершению вот той коррекции, которую мы можем наблюдать, сегодня цена также торгуется вблизи минимальных значений, которые были в пятницу. Собственно, сейчас мы можем говорить, что коррекция в рамках часа началась. Так вот, также завершение этой коррекции позволит нам присоединиться уже по австралийцу в сторону основного тренда на покупку. И здесь эта ситуация может быть несколько более интересна. Вот сейчас я объясню, почему. К примеру, у нас вот день, в принципе, амплитуда по австралийцу, но его волатильность за сегодняшний день не такая большая. Порядка 40 пунктов. Вот мы видим от максимума до минимума. Соответственно, если у нас день закрывается, ну, примерно по таким же ценам, которые и были, и завтра мы получаем сигнал на пробитие, вот уже максимальные значения, которые были сформированы сегодня, то при откате к уровню пробития мы можем получить возможность войти со ступлостом порядка 43 пунктов, а ближайшая цель будет порядка 60 пунктов. То есть, ну, не один к двум, но, тем не менее, с точки зрения расстояния в пунктах ситуация довольно-таки интересная. Ну, и если мы рассмотрим уже следующие цели, то, безусловно, потенциал в этой сделке, он возрастает. Поэтому, резюмируя австралиец, сейчас мы находимся в коррекции, да, в крокосрочной коррекции. Вот ее завершение вновь также нам может позволить присоединиться на покупку в сторону основного тренда. Ну, и напоминаю, что для тех трейдеров, кто работает контртрендово, то есть, такие сделки также имеют место быть, но я всегда рекомендую с точки зрения риск-менеджмента использовать правила уменьшения объема. То есть, если вы входите по тренду с риском 1%, то входите контртрендово, а если работаете контртрендово, к примеру, с риском полпроцента, тогда уже, если коррекция завершится быстрее, чем вы планировали, то есть, она завершится за один день, за два дня, то вероятность срабатывания стоп-лосса, например, с убытком, она будет чуть выше, чем когда коррекция продлится там 4-5 дней. И вот для того, чтобы выйти с минимальным для себя убытком и потом присоединиться уже в сторону основного тренда, то лучше уменьшать, собственно, объем по позиции. По паре американский доллар и японская иена точно такая же ситуация. То есть, мы сейчас вот видим, что после довольно-таки активного роста по всем инструментам, которые были на прошлой, позапрошлой неделе, сейчас на рынке начинается коррекция. То же самое мы видим по японской иене. Сейчас мы также уже торгуемся выше максимальных значений, которые были в пятницу, то есть, собственно, сейчас коррекция началась, и вот уже уход ниже минимальные значения, которые будут сформированы на сегодня, нас вернет уже непосредственно к продажам по данному активу, по данному инструменту. Ну а сейчас идет коррекция, то есть, на этой коррекции мы растем, доллар растет, но вот опять же, в чем основной момент? Я очень часто получаю вопросы, которые связаны с тем, что где закончится коррекция, где там входить, например, на продажу. Вот сейчас я объективно не могу сказать, где она завершится, но я обращаю внимание на тот сигнал, который нам с большей вероятностью уже рынок сам покажет, о том, что вот здесь коррекция завершается. Потому что сказать о том, что вот коррекция завершится здесь, мы могли предполагать, что при подходе к этому уровню вот этот сигнал может быть сформирован. Но продавать, к примеру, просто от уровня, я считаю, не совсем целесообразно, потому что уровни пробиваются и цена нам, ну, собственно, ничего не должна. То есть важно помнить о том, что те моменты, при которых мы начинаем, мы ловим себя на мысль о том, что нам кажется, что цена нам что-то должна, вот она должна становиться здесь, она должна дойти туда, то вот нужно менять что-то в нашем подходе. Поэтому вот та ситуация, которая была уже на позапрошлой неделе, вот как раз, когда выходили non-farm payrolls, опять же был вопрос, то есть как эта ситуация повлияла на рынок. Вот отвечаю, вот, к примеру, пятница, первое сентября, вот выходили данные по количеству созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. Вот на пару американский доллар и японская иена очень хорошо отражается данный показатель по занятости в США. Так вот, обратите внимание, то есть сначала у нас в момент выхода первых данных мы ушли вниз на 60 пунктов, затем ушли вверх на практически 100 пунктов от минимума. То есть вот мы видели вот такую балданку на рынке. И, собственно, вот минимальное значение дня, то есть минимум 31 августа у нас пробить не было. Вот мы видим, что одна свеча зашла, второй вернулись. То есть не было сигнала пробития. А вот на следующий день, уже в понедельник, мы открылись с гэпом, открылись за уровнем. То есть вот отсюда мы можем также уже ожидать возобновления нисходящего тренда. Ну и, собственно, оттуда мы видим, что цена прошла порядка 250 пунктов. Сначала преодолев целевую область, это отметка 108.28, которую мы ставили, и дошли до минимума 807.30. То есть вот, к примеру, пример того, как это работает непосредственно с новостями. И возвращаясь к вопросу о пятнице. И, собственно, уже по паре американский доллар и японская иена также интересно дождаться того момента, когда у нас завершится непосредственно коррекция, завершится вот это коррекционно восходящее движение и присоединяться также по нему на продажу. Да, вот я вижу, что Алекс пишет по поводу АТР. Тут можно использовать АТР, многие трейдеры это делают, но я поясню для тех участников, кто, возможно, не использует этот индикатор, это он показывает среднее значение. То есть вот Алекс написал, что АТР 21, то есть за 21 день средняя волатильность по австралийцу 69 пунктов. Но это не всегда, на мой взгляд, значимо, потому что, вот, к примеру, здесь, то есть, нет смысла, то есть у нас есть один день, то есть 40 пунктов, и, собственно, за этот день видим эту волатильность. В пятницу он был там порядка 80, то есть это АТР он показывает среднее. А в данном случае наиболее важно именно отслеживать, как ведут себя продавцы и покупатели, потому что, как закрывается день, это фактически показывает нам, как за эту торговую сессию вели себя и продавцы, и покупатели, какой был баланс сил. И здесь основной вопрос заключается в этом. Идем дальше, пара американский доллар, канадский доллар, собственно, все так же остается в рамках тенденции нисходящей. Я напомню, что последняя коррекция, которая была по канадцу, она также завершилась 31 августа. И вот у нас был уровень, давайте посмотрим выше, то есть тенденция идет нисходящая, поэтому мы здесь ищем ситуацию как раз на продолжение нисходящего тренда. Так вот, первая ситуация, которую мы отслеживали, это 31 августа, цена пробивает минимум, который был 30 августа, соответственно, вот эта небольшая коррекция у нас заканчивается. И отсюда, фактически, у нас идет тенденция нисходящей. Мы видим, каждый последующий максимум идет ниже, ниже и ниже предыдущего. Вот от тех уровней по канадцу цена прошла порядка 400 пунктов, ну и, собственно, изменение процентной ставки, оно также было по тому тренду, который был сформирован. Поэтому технический анализ, он, ну, фактически, одна новость, да, она не может изменить тренд. То есть, ставку могли сработать в противоположную сторону, но, собственно, для этого нам и нужен уровень стоп-лосс, для того, чтобы выйти, если ситуация на рынке меняется. А в данном случае ничего не поменялось, и мы, собственно, сейчас продолжаем двигаться в рамках того тренда, который и был отмечен нами ранее. Соответственно, на текущий момент важный уровень по канадцу, который нужно держать, брать в расчет, это максимум, который у нас был зафиксирован также в пятницу. То есть, если у нас канадец пока еще не показал признаков начала коррекции, да, как британский фунт, но он это может сделать. А если цена уходит выше данного уровня, то начинается коррекция, соответственно, завершение этой коррекции позволяет нам присоединиться вновь на продажу по данному активу. а если мы увидим, то есть второй сценарий на продолжение основного тренда, это уход ниже уже минимум, которые были в пятницу, тогда мы можем вновь присоединяться на продажу со стопом за локальный максимум сегодняшнего дня и максимум пятницы. То есть, либо начинаем падать с коррекцией, либо, ну, собственно, тенденция просто продолжается. Поэтому сейчас кто находится в продажах, то их пока еще можно сохранять, тенденция пока еще не ушла в коррекцию. Закрытие дня по МСК. Терминал в Адмирал Маркетс показывает закрытие дня именно сейчас он совпадает с московским, то есть это также 23,59 по Москве, то сейчас совпадение идет полностью. Уже после перехода Европы на летнее время здесь будет небольшой сдвиг. Но здесь важно помнить о том, да, о том, что мы не так давно, ну, точнее, уже прошло, я думаю, что несколько лет, когда мы поменяли время серверов для того, чтобы не появлялся там шестой день. То есть, бывают, были раньше такие ситуации, когда день заходил либо, к примеру, на воскресенье, начинался чуть раньше, начинались котировки, либо на субботу, то есть, на закрытие дня. Я уже сейчас точно не помню, что это было. Шесть дневных свечей, чего, в принципе, не должно быть, и логика здесь уже несколько путается, то есть, уже нужно было синтетически выделять, ну, то есть, отметать этот день и его перестраивать. Поэтому сейчас полностью все открытия и закрытия не совпадают с европейскими биржами и не получается нахлёст на выходные дни. Поэтому сейчас вот терминал, он совпадает с московским временем. Вот, поэтому еще один плюс, да, работать, к примеру, с компанией Admiral Markets, это в том, что здесь только пять недельных свечей будут доступны на графике, и это, опять же, важно для индикаторов и для других способов оценки рынка, потому что это важно иметь в виду. Хорошо, двигаемся дальше по еврофунту, по паре еврофунт. Здесь ситуация несколько другая, у нас по еврофунту сейчас в рамках часа, краткосрочной, среднесрочной тенденции идет коррекция, и собственно в рамках часового таймфрейма в пятницу мы увидели уход уже ниже, то есть вновь уход ниже минимумов, которые были зафиксированы седьмого, а сентября это у нас был четверг, и тенденция нисходящая продолжается. Вот, к примеру, здесь была ситуация завершения, да, отсюда можно было искать уже ситуация на покупку, но рынок внес свои коррективы, и собственно британский фунт стал расти быстрее, чем евро, ну и собственно это отразилось у нас на графике, поэтому вот те покупки, которые можно было открывать, начиная с сентября, уже их закрытие было инициировано второй половине восьмого сентября, то есть тенденция сейчас продолжается уже непосредственно на продажу по данному активу. Опять же, возврат к покупкам будет актуален, ближайший разворотный уровень, который мы можем отметить, ну, сможем отметить после закрытия сегодняшнего дня, это максимум, который будет сформирован сегодня, и в этом случае будет вновь актуален сценарий на продолжение покупок, да, продолжение покупок по данному инструменту, после обновления максимумов, которые мы видим сегодня, и тогда цель по движению, которую мы можем отметить, это максимальные значения, которые были 29 августа, то есть тогда опять же будет интересный потенциал по росту, то есть порядка 180 пунктов может быть потенциал роста, если у нас, к примеру, произойдет это изменение завтра, да, а уровень стоп-лост будет порядка 50, то есть уже соотношение 1 к 3, да, то есть ситуация также может быть интересным. Золото. По золоту мы также уходим в коррекцию. Собственно, сейчас вот я перенесу несколько, сместился у меня индикатор, индикатор high-low, сейчас я его перенесу, поменяю на предыдущий бар, и вот нам пересчитал, то есть вот у нас была пятница, да, опять же, локальный максимум, локальный минимум, закрылись ниже открытия, то есть тоже такой важный момент, который нужно учитывать, и сегодня открылся рынок с гэпом, то есть мы практически вот отсюда пошли дальше уже на коррекцию, поэтому сейчас в рамках часового таймфрейма по золоту мы видим вновь начало коррекционного движения, я напомню те цели, которые мы отмечали ранее, это область 1360 долларов за тройскую унцию, она также остается по золоту целевой для покупок, просто несколько торговых ситуаций сейчас смещается, вот опять же завершение этой коррекции позволит нам присоединиться на покупку по золоту в сторону основного тренда в тот момент, когда коррекция завершится, то есть также будем отслеживать торговые дни. И нефть марки Brent, вот здесь было несколько попыток начала опять же нисходящего движения, которое мы видели до момента преодоления области 5304, ну а сейчас нефть и нефть марки Brent, которую мы рассматриваем, подошла к следующему уровню сопротивления, который мы фактически видим уже в рамках дневного таймфрейма, это область 54,70, вот уже уход выше данного уровня в рамках дневного таймфрейма может нас вернуть к покупкам по нефти, и тогда уже будем штурмовать 57, но пока мы вот этот уровень сопротивляется, тенденция, то тенденция пока остается на продажу, и собственно вот то, что мы видели уже непосредственно в пятницу, то есть тот же самый сигнал, который мы можем фактически отслеживать по любым инструментам, вот у нас был минимум 7 сентября, 8 сентября цена его пробила, и вот отсюда мы пошли в коррекцию, то есть сейчас по нефти марки Brent основная тенденция остается на снижение, и сейчас в сторону данного тренда мы и движемся, но здесь я бы рассматривал две ситуации, то есть во-первых мы торгуемся довольно-таки близко к важному уровню, и есть вероятность того, что цена его пробьет, поэтому здесь нужно работать попеременно, то есть если рассматривать сейчас ситуацию на продажу, то в момент завершения этой коррекции и рассматривать также и ситуацию на покупку, потому что вот в этой канителье, которая сейчас идет по нефти, мы не можем точно сказать, пойдем дальше на 57 или пойдем дальше на 40, то есть и та и та ситуация вполне вероятна с точки зрения технического анализа то, что мы видим, поэтому вот сейчас в принципе ситуация на продажу она также актуальна, и вот давайте также коллеги для тех, кто еще не использует метатредер 4 Supreme Edition, я покажу как можно его помощью удобно рассчитать объем позиций, потому что сейчас также можно приходить на продажу как и в конце дня пятницы непосредственно. Уровень стоп-лосс имеет смысл ставить за максимум вот того, за максимальное значение, которое у нас было в пятницу, то есть это отметка примерно 51.01, но нам нужно фактически знать значение в пункте, то есть мы поставим его за 130 пунктов от текущей цены. для того, чтобы удобно рассчитать максимальный объем по нефти, мы можем воспользоваться индикатором, который называется мини-терминал. Он также идет в пакете с метатредер 4 Supreme Edition, мы его наносим на график и в левом верхнем углу у нас появляется вот такое окно. Теперь нам нужно рассчитать максимальный объем по нефти, который нам можно открыть, чтобы не превысить наши риски. Давайте возьмем, чтобы было удобнее считать, например, депозит 10 тысяч долларов, и мы рискуем одним процентом, то есть риск у нас составляет не более 100 долларов. Вот возьмем этот принцип. Для того, чтобы активировать калькулятор риска, мы наводим курсор на поле лоты, зажимаем кнопку Ctrl и нажимаем левую кнопку мыши. У нас появляется вот такое меню, в котором система просит задать стоп-лосс в пунктах, мы уже договорились, что это будет 130, и наш риск в деньгах, это будет 100. Соответственно, система нам сразу же посчитала, что мы можем себе позволить в данной ситуации не потерять больше одного процента, если мы откроем сделку объема 0,7 лота. Нажимаем установить лоты, и у нас это же значение сразу же появилось в терминале. можем сразу же нажать кнопку продать, подтвердить, и у нас сразу же открылась наша сделка на продажу, и стоит ордер стоп-лосс. И дальше будем отслеживать, как эта ситуация себя поведет по нефти, по нефти, и уже непосредственно дальше будем рассчитывать, как эта ситуация будет развиваться. Поэтому, когда эта коррекция завершится, уже на наших ежедневных обзорах мы это непосредственно посмотрим. Вот вижу, есть вопрос по поводу золота, что спред он довольно-таки большой. Но спред его нельзя назвать большим, то есть он вполне соотносим. То есть если мы сейчас посмотрим по золоту, то он показывает нам 25 пунктов, но и количество в пунктах по золоту он ходит гораздо выше. То есть если у нас например в Австралии сходит 60 пунктов, а спред по нему 1 пункт, то есть 1,6 от среднеденного движения, то та же самая ситуация будет и по золоту. То есть здесь просто разный порядок цифр, так он будет примерно соотносим. Ну и тем более если брать уже непосредственно торговлю среднедневной, то есть я не торгую внутри дня, для меня интересны сделки от 1 дня, то есть 1 день, 5 недели, столько, сколько будет двигаться тенденция, то это значение фактически не имеет никакой значимости. А так я скажу, что спред он небольшой, поэтому важно это иметь в виду, просто разный порядок цифр. Алекс задает вопрос, по нефти у нас торгуется CFD, то есть все контракты не истекают, то есть вот это тоже очень важный момент, особенно для спекулятивной торговли, то есть вы позицию открыли и вы ее держите, то есть не нужно в нее перезаходить, потому что для фьючерсов как раз характерны стечения, то есть контракт заканчивается, появляется следующий и нужно, например, сделку закрывать и открывать заново. При работе в Admirals торгуется CFD на нефть, поэтому открыв один раз вы можете держать хоть неделю, хоть месяц, хоть год, он не будет заканчиваться, то есть вам не нужно будет опять тратить средства на спред и собственно входить заново. Да, все верно, то есть CFD имеет несколько иной порядок значения в определенный момент времени, чем фьючерс, то есть здесь важно понимать, что само движение, то есть оно будет точно таким же, то есть если цена прошла, вы можете видеть фьючерс, то есть фьючерс, например, сейчас стоит 101, а CFD 99, то есть в этом может быть разница, но то, что цена проходит одно и то же расстояние, это будет актуально для всех, для сравнения CFD контрактов и, к примеру, фьючерсов. То есть если цена прошла на фьючерсе 100, то и на CFD она также пройдет 100. здесь спекулятивно никакой разницы нет, то есть на мой взгляд просто CFD контракты они гораздо для этого удобнее, меньше комиссий и собственно есть возможность торговать меньшим объемом, что позволяет наращивать позицию, либо в тех ситуациях, когда не столь вероятен исход, к примеру, входить чуть меньшим объемом, поэтому это мое субъективное мнение по этому поводу. Ну и индекс DAX, по индексу DAX мы сегодня с утра также видели уже открытие выше максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, поэтому сейчас может произойти перелом, как раз цена по индексу DAX уходит выше среднесрочного уровня, который у нас был отмечен по значению 12300, и сейчас тенденция на укрепление может вновь возобновиться по данному активу, поэтому что касается индекса DAX имеет смысл искать уже здесь непосредственно покупки. Ближайший разворотный уровень по данному инструменту находится на минимальном значении, которое мы видели в пятницу, то есть если входить на покупку сейчас, то стоп будет довольно-таки большой, но в том случае, если мы увидим коррекцию внутри нескольких дней, то завершение этой коррекции в сторону покупок уже будет наиболее интересно, поэтому по DAX ситуация интереснее торговать уже непосредственно на покупку по данному инструменту. Ну и также мы рассматривали новозеландец, новозеландский доллар, американский доллар, поэтому с точки зрения его также сделан небольшой обзор, потому что по нему с точки зрения движения потенциал довольно-таки интересный, даже более интересный сейчас, чем по всем другим валютам, которые мы смотрели, потому что все они уперлись в какой-то уровень сопротивления, а по новозеландицу ситуация несколько иная. Здесь важный уровень, который мы можем отметить в рамках дневного таймфрейма, то есть те цели, которые могут быть доступны по данному инструменту, это рост порядка 270 пунктов от текущих цен. На текущий момент, пока мы также не видим начала коррекции, начала коррекционного движения, то есть тенденция, как у нас началась на покупку 5 сентября, так она у нас пока еще в покупках мы и остаемся. Здесь ближайший уровень сопротивления мы можем отметить на минимальных значениях, которые были на прошлой неделе, это минимум 7 сентября. То есть если цена уходит ниже данного уровня, то у нас уже начинается коррекция и завершение этой коррекции у нас вновь уже возвращает к покупкам. Но пока мы торгуемся выше данного уровня, то тенденция на покупку также сохраняется. Поэтому если кто-то находится также в покупках, то по данному активу имеет смысл их сохранять. То есть разумный уровень стоп-лосс пока находится здесь. Это отметка 71.72. Ну и собственно в те дни сейчас я добавлю индикатор по high-low чтобы у нас отображался. и по high-low по high-low вот то есть у нас день так сейчас минутку проскочил поставим на текущий день вот здесь обязательно нужно менять потому что по умолчанию стоит день предыдущий точнее текущий день. вот сейчас то есть мы видим что цена подходила сегодня с открытия к минимальным значениям которые были в пятницу но собственно их пока преодолеть не смогла то есть вот здесь один из уровней к примеру для отслеживания коррекции он также остается на минимальных значениях пятницы здесь цена уходит вниз то уже ждем к примеру для начала покупок завершения этого коррекционного снижения то есть если вы находитесь вне рынка поэтому по новозеландцу важно на данную ситуацию также обратить внимание хорошо коллеги вот по основным вопросам которые я хотел сегодня разобрать я во всем рассказал думаю что разобрали мы все довольно таки подробно но если у вас еще остались вопросы я с удовольствием готов на них ответить еще ближайшие несколько минут поэтому напишите их в чат и я на них в свою очередь постараюсь ответить напоминаю для тех кто присоединился к нам уже чуть позже канал ютуб канал компании Адмирал Маркетс на которые я каждое утро добавляю на обзор рекомендую подписаться для того чтобы получать уведомления о новых видео и не забывайте ставить лайк когда смотрите это видео можете ставить его в начале ну или в конце когда вы посмотрели и вам все стало понятно вам все понравилось но прошу вас это делать далее ваши вопросы вы можете присылать мне на почту roman.isakov собака адмирал маркетс .com в этих вопросах вы можете адресовать точнее ваши вопросы могут заключать в себе ваши вопросы по рыночной ситуации то есть когда вы анализируете график смотрите ситуацию если вам что-то мало или непонятно делайте скриншот присылайте ваши мысли и мы вместе разберем уже на нашем следующем вебинаре ну и приглашаю всех вас на вебинары которые пройдут на этой неделе завтра новый формат вебинаров Фредерика Даниэля 4 торговые идеи по 4 рынкам и в среду вебинар который подойдет больше для начинающих будет посвящен непосредственно фигурам технического анализа поэтому вот такая насыщенность будет неделя ну и собственно вся осень у нас будет очень насыщенная будет очень много вебинаров будет очень много обучающих курсов но о них я оповещу вас уже чуть позже вижу да вопрос по индикаторам как я уже говорил в начале вот то приложение с индикаторами которые сейчас уже доступны и для 4 и для 5 метатрейдера это наша разработка которая которая собственно включает в себя набор индикаторов и различных дополнений для 4 и уже сегодняшнего дня 5 метатрейдера и они работают только с нашей ну только с нашей платформы то есть они доступны в тестовом режиме на демо счету а для наших клиентов у которых есть уже реальный счет она доступна ну фактически полноценно без каких-либо ограничений вот я сейчас еще раз прикладываю ссылку на данную информацию но протестировать их вы можете и в демо режиме то есть вам нужно зарегистрировать кабинет трейдера скачать метатрейдер открыть демо счет и поставить уже поверх метатрейдера вот данный плагин да чтобы вы могли с ним познакомиться и там фактически вот сегодня мы разобрали ну один процент от того функционала который там есть мы стараемся на наших вебинарах освещать их по отдельности потому что все в кучу это будет очень много но на нашем ютуб канале также есть обзор основных функций и основных полезных инструментов которые несет в себе как раз метатрейдер supreme edition опять хотел назвать метатрейдер 4 supreme edition но сегодняшнего дня он уже и для пятерки да подходит да спасибо Светлана за отзыв будем продолжать в том же духе хорошо коллеги тогда если пока вопросов нет будем на сегодня прощаться всем желаю хорошей торговой недели ваши вопросы еще раз напоминаю к следующему вебинару присылайте на почту ну и не забывайте подписываться на ютуб канал смотреть ежедневный обзор то есть где я уже завтра с утра расскажу о том как будет закрыт сегодняшний день и какие интересные ситуации ожидать от дня следующего поэтому всем спасибо за внимание спасибо за участие за вашу активность и увидимся уже на следующий спасибо за просмотр спасибо за просмотр